Приветствую вас в журнале «За рулем». Сегодня мы будем обсуждать тему ОСАГО и поддельные полисы и перспективы рынка обязательного страхования гражданской ответственности. А сегодня у нас в гостях Евгений Уфинцев, исполнительный директор РСА, Павел Самив, управляющий партнер Агентства национальных финансовых исследований и Евгений Рубцов, директор по коммуникациям Агентства исследовательского холдинга «РАМИР». Ну, а я Сергей Осминов, редактор журнала «За рулем». Первый вопрос, который хотел бы адресовать, естественно, Евгению Уфинцеву, да, что случилось с рынком ОСАГО? Почему у нас сейчас везде стали продаваться поддельные полисы? Ну, на мой взгляд, с рынком ОСАГО случились только положительные вещи. Стал хороший продукт по ОСАГО, который, на мой взгляд, обеспечивает действительно серьезную реальную защиту для потребителя. Однако, вот этот хороший продукт, который появился в прошлом году, благодаря изменениям закону, он, к сожалению, совпал, наверное, с тем кризисом, который прошел в экономике и уменьшением возможности людей тратить свои деньги не только на страхование, но и на какие-то другие нужды. Поэтому, я думаю, что с ОСАГО все хорошо, но, к сожалению, часть людей из экономических проблем решила сэкономить и поддалась на уловку мошенников и стала приобретать поддельные полисы. Вот в этом проблема. А не виноваты ли в этом сами страховые компании? Ведь долгое время были проблемы с покупкой полиса. Мы знаем, что там навязывали услуги. Где-то в регионах вообще не было возможности купить. Страховые компании начали уходить с регионов. Особенно это было актуально для небольших населенных пунктов. Были проблемы и с выплатами. Ведь не секрет, что основная масса жалоб, которые сейчас поступает в журнал «За рулем», связана с тем, что полученных денег не хватает на ремонт. Наверное, все вместе это привело к тому, что владельцы думают, а зачем платить большие деньги за полис, когда можно купить за 1000 рублей подделку? Которая, к слову-то, она ничем не отличается от оригинального полиса. Бланк не отличается, но, понимаете, мне смешно, когда люди покупают бумажку, которая стоит 4 рубля 70 копеек. Вот РСА этот бланк покупает на госзнаке за 4 рубля 70 копеек. Они покупают за 1200. Хороший бизнес у мошенников. Продать бумажку, которая стоит около 5 рублей за такую большую колоссальную сумму. Если покупать, например, от 1000 бланков, там цена 300 рублей. Ну, может быть. Вот, на мой взгляд, конечно, вы правильно сказали, что страховщики действительно, ну, не только они страховщики, но страховщики тоже, в первую очередь, предыдущими своими действиями действительно, наверное, спровоцировали то, что качество услуги было несоответствующее, были какие-то проблемы. И, наверное, это сподвигло к тому, что появляться на рынке стали, вот, в том числе и мошенники, которые говорили, за некачественную услугу зачем платить, лучше покупай поддельный полис. Однако, еще раз повторюсь, за прошлый год, считай, 2015, очень много было сделано страховщиками. До этого были изменения в закон, а страховщики в прошлом году серьезно поменяли свои подходы. Вернулись в регионы, стали активно работать по продаже полисов ОСАГО везде. Поэтому, на мой взгляд, провоцировало вот это вот появление мошенников, кризисная ситуация предыдущих периодов, но что нас расстраивает, измененный хороший продукт, и, казалось бы, который должен был прекратить вот этот наплыв поддельных полисов, он к этому не привел. И, все равно, большая часть мошенников осталась, которые пользуются экономической ситуацией, рассказывают людям сказки и говорят о необходимости купить за, там, энную сумму денег, значит, бланк пустой. Мне кажется, с этим нужно отдельно бороться, и я бы всегда эти вещи развожу двумя путями. Вот есть хороший продукт, и он стоит адекватные, на мой взгляд, деньги, это новый продукт ОСАГО, с хорошими условиями. Есть мошенники, по которым, дашь ли полис бы не вырос в цене, дашь ли бы он стоил там за полторы тысячи рублей, они бы на самом деле за 300 рублей бумажку подавали, еще раз говорю, она стоит 5 рублей, и продать даже за 300 рублей уже для них выгода. Поэтому они обманывают людей, вводят их в заблуждение, и не в цене полиса на сегодняшний момент проблема с тем, что нужно бороться с мошенниками. А какие усилия предпринимает ОСАГО, тот же мегарегулятор, Центральный банк, для того, чтобы не было вот этих подделок? Ну, я могу так сказать, что Российский Союз Страховщиков вот уже полгода проводит определенную работу. Основные этапы следующие, которые мы считаем, они очень важные и правильные. Первое, мы боремся с теми сайтами, различными записями в соцсетях, которые мошенники, понятно, что у нас это первое, наверное, рекламное место, где проходит продажа этих полисов. Вот с этим боремся, и различные интернет-ресурсы, начиная с прошлого года, стали блокировать, закрывать или приостанавливать их действия. Это первое. Второе. Мы подготовили изменения, в том числе, в закон, чтобы четко разделить поддельные полисы, неподдельные, и наше предложение по совершенствованию системы наказания водителей, которые приобретают поддельные полисы, или тех мошенников, которые их продают. Третье. Мы, начиная с прошлого года, вместе с ГИБДД обсуждаем и готовимся к тому, чтобы сделать все-таки проект по проверке полисов с использованием различных средств фото-видео фиксации, различных систем, которые бы, на наш взгляд, позволили в том числе тоже эту проблему существенно закрыть. Хотя, еще раз говорю, нельзя только на них уповать. Иногда часто я слышу комментарии, что, может быть, не стоило вводить там, изменять бланк полиса, да, ограничиться только этой мерой. Нет, это только часть мер, потому что не везде у нас стоят камеры, разное обеспечение регионов этими камерами. Вот поэтому, как одна из главных мер, да, но не единственная. И вот, как страховщики посчитали, что существенной помощью вот в этом комплексе мер будет то, чтобы все-таки сменить бланк, потому что 12 лет существования, он и морально, и физически устарел. Он требует, в том числе, по мнению Центрального банка и семи страховщиков, дополнительной информации, чтобы было проще, лучше людям. Он требует, наверное, каких-то новых инновационных решений, там, QR-код, например, чтобы человек мог быстро, там, с помощью смартфона или программы, там, сделать проверку данного полиса, легитимный он, правильный там или нет, ну, и других каких-то вещей. И одновременно, да, это удар по поддельным полисам, по мошенникам, потому что как раз эксперты в лице того же госзнака нам посоветовали и сказали, что нынешняя технология, та степень защиты, которая сейчас есть, она, собственно говоря, позволяет все-таки мошенникам быстро адаптироваться, там, и за 6-9, может быть, там, год, то есть за 6-9 месяцев или за год подстроиться к новому бланку, который выпускаем, или к новой серии. Поэтому лучше поменять степень защиты, сделать ее более серьезной, больше добавить туда технологии, что позволит, примерно, на 3 года, по их оценкам, как экспертов, обезопасить россиян и, собственно говоря, и страховщиков вот этих мошенников. Им будет сложнее подделать такой качественный бланк. А когда планируется и как, главное, эта процедура будет выглядеть по замене полисов? Вот у меня есть полис, да, я его буквально сейчас купил, как вариант. Насколько я слышал, летом нужно будет поменять бланк. Вот как это заставить человека, который уже купил полис, зачем ему еще куда-то ехать, менять этот полис? Зачей счет будет? И во сколько это обойдется, главное, и кому? Какую сумму? Значит, первое, давайте мы разделим на две части. Мы говорили, что полис это только подтверждение вашего договора страхования, который был заключен. Договор страхования никуда у вас не денется, и те граждане, которые имеют нормальные законные договора на сегодняшний день, у них все это будет действовать без каких-либо проблем. Это первое. Второе. Страховщики действительно и на основании мнений тех же экспертов считают, чтобы нанести более серьезный удар по этим мошенникам, да, и затруднить их работу и не дать им работать. Лучше все это сделать как можно быстрее, поэтому мы и сказали, хотели бы сделать это одномоментно к 1 июля 2016 года. Порядок и принципы мы сейчас отрабатываем. Планируем в течение двух недель у нас рабочая группа создана, по которой и будет отработан вариант замены или предложения для клиентов, как это сделать. Конечно, мы в первую очередь в углового угла ставим борьбу с мошенничеством, но может быть более главная задача, это, конечно, не создать никакого ажиотажа для потребителей. Это будет учтено. В обязательном порядке мы согласуем этот порядок, который мы предложим с центральным банком. Могут быть различные варианты его. Сейчас не хотелось бы просто в том числе пока не отработан этот порядок о нем говорить, но в принципе есть разные варианты. Я надеюсь, что мы все-таки эту функцию удар по мошенникам выполним. Я бы ставил акцент не там на одномоментности, а на четком и ясном заявлении страховщиков. Ажиотажа очередей не будет. Все, у кого есть легальный полис заключенный и действующий, никак от этого не пострадают. Ни в части их защиты, ни в части изменения уплаты размера страховой премии, то есть ни в каких вещах. Пострадают только те люди, которые сегодня либо уже приобрели, либо пытаются приобрести поддельный полис. Вот им мы подали хороший явный сигнал. Не покупайте бумажку на оставшиеся 3-4 месяца. Покупайте реальный полис. Через 3 месяца эту бумажку выкинете, потратите зря деньги. Тогда, пользуясь случаем, хочу пригласить вас опять к нам, когда уже будет порядок разработан, чтобы вы рассказали всем читателям за рулем. У нас аудитория на всю страну распространяется. Потому что одно дело, когда в Москве страховые компании, что называется, на каждом углу. Другое дело, когда маленький какой-то населенный пункт. Вот как поменять будет им полис? Это тоже нужно все учесть. Да, значит, я это поддерживаю. И, следовательно, может быть оговорка, не когда страховщики. Так как все-таки есть надзорные органы, когда Центральный банк, в том числе, получив от нас наше предложение, согласует нам или хотя бы выскажет свои пожелания. Тогда, да, мы сможем туда вести. Мы за открытость. Почему мы, собственно говоря, и выступили. Нам говорят, почему вы сказали, не проработав. Мы говорим, хуже было бы, если бы мы ждали окончания рабочей группы. Начались бы какие-то слухи, потому что уже с госзнаком проходит работа. Начался бы еще худший ажиотаж. Поэтому, наоборот, мы были открыты. Как только прошел президиум, мы сообщили о том, что есть такое решение. Мы честно сказали, что мы создаем рабочую группу, готовим свои предложения. Поэтому мы поэтапно, открыто говорим. Как только появится более-менее понятная согласованная позиция со стороны страховщиков и Центрального банка, конечно, мы сразу сообщим. И мы спасибо за приглашение, осветим у вас данной площадке. Ловлю вас на столе. Евгения Рубцова, скажите, пожалуйста, проводились ли какие-то исследования? Как вообще автовладельцы относятся к этой проблеме поддельных полюсов? Действительно, в рамках последнего большого исследования на тему ОСАГО Ряд вопросов касался именно поддельных полюсов. Мы опросили 1200 автовладельцев, автолюбителей по всей стране. Выборг репрезентирует, в принципе, водительскую аудиторию. И среди наших респондентов 4% заявили, что они действительно сознательно приобрели поддельные полюсы за 1000-1500 рублей. Основной причиной такого поступка были, конечно, экономические трудности и желание сэкономить. И в связи с общей ситуацией в стране, и в связи с повышением тарифов на ОСАГО. Наверное, в данном вопросе более тревожным выглядит цифра 8% тех респондентов, которые сказали, что они, в принципе, планируют в ближайшее время, при следующей покупке, приобрести поддельный полюс. И здесь причина кроется в том, что многие не доверяют, видимо, опираясь на предыдущий негативный опыт работы со страховыми компаниями, что будь то настоящий полюс, будь то ненастоящий, все равно будут проблемы с получением выплат, если случится ДТП. Но в целом автомобилисты, конечно, относятся негативно к фактам мошенничества и продажи поддельных полюсов, потому что они считают, что от этого могут пострадать и они сами лично, и вообще в целом все участники дорожного движения, если вдруг наступит страховой случай, и призывают, естественно, серьезнее и более жестко наказывать и мошенников, и нарушителей, водителей, которые покупают такие полюсы. Павел, скажите, пожалуйста, а какой убыток? Вообще можно ли как-то просчитать тот убыток, который наносится вот мошенниками, которые реализуют полюсы? Есть ли какая-то информация, может быть, Евгений Уфимцев добавит? Какое количество полюсов, ну так вот, по подсчетам на рынке сейчас находится подделок? Наверное, по количеству полюсов оценку действительно, наверное, Евгений более точной может дать. Мне кажется, что, конечно, масштаб достаточно большой. Вот если цифры по опросам населения говорят, ну, допустим, это там 4, может быть, 5% людей, которые говорят о том, что они сознательно покупают поддельный полюс, возможно, оценка даже выше, может быть, некоторые и стесняются сказать, что купили поддельный полюс. И действительно, есть основания полагать, что возможно сейчас, в связи с тем, что как раз мы видим, процесс этот начал разворачиваться достаточно активно в последнее время, возможно, оценка даже выше. В масштабах рынка, конечно, это большие деньги, это большие потери для страховых компаний. Самое главное, что это потери для всех, и в том числе для добросовестных страхователей. Это как раз главная проблема с поддельными полюсами. Получается, за это должны платить, по сути, все. И эта нагрузка ложится и на страховых компаний, но в конечном счете ложится на нас, на всех. То есть, это когда виновник аварии, у него отсутствует полюс, либо полюс поддельный, то я не могу рассчитывать на компенсацию? Ну, по сути, да. Да, да. И, собственно, система ОСАГО, она ведь главная задача ее в том, чтобы, в принципе, да, основная задача в том, чтобы у нас была нормальная цивилизованность ситуации на дорогах. Чем больше поддельных полюсов, тем больше нагрузка на рынок со стороны мошенников и людей, которые используют услуги мошенников, тем больше вероятность, что опять начнутся какие-то проблемы уже просто вот возврат в 90-е, в этот хаус, да, на дорогах, когда решали вопрос совершенно иным способом, как мы знаем. И вот как раз, наверное, главный риск – это не в том, что страховые компании терпят от этого убытки, да, а главный риск в том, что нарушается баланс эта система, и мы приходим к совершенно такой несбалансированной ситуации, мы это уже видели. По количеству, по объему подделок и по влиянию, наверное, в цифрах, наверное, скорее всего, все-таки Евгений может сказать, потому что я вот цифру такой не назову. Но по оценкам Российского Союза страховщиков, мы оцениваем примерный объем рынка поддельных полюсов около 1 миллиона бланков. Понятно, что это примерно сходится с цифрами, которые были по исследованию, да, то есть, на самом деле, где-то там около от 2 до 4% наша цифра. Хотя, конечно, мы понимаем, что здесь есть еще одна проблема, что, когда говорили люди, которые приобрели поддельные полюсы, есть проблема, что часть людей просто не знает о том, что у них полюс поддельный, потому что продают дубликат полюса, используя хорошие сервисы, ну, часть сервисов, которые есть на сайте Российского Союза страховщиков, мы понимаем, что мошенники видят, например, что компания X выдана какие-то номера полюсов. Они делают дубликаты этих полюсов. А это прямо в открытом доступе? Конечно, да, у нас есть информация, потому что любой человек может проверить по бланку полюса, есть ли у него полюс действенный или нет. Но это только часть сервисов. Можно проверить по своей машине, насколько и какой полюс есть и застраховано ли данное транспортное средство. Вот, к сожалению, тут как бы такое... С одной стороны, мы хотим быть открыты и показываем людям, чтобы они могли проверить свой полюс. С другой стороны, все-таки даем некий шанс мошенникам сделать дубликат. Поэтому, вот когда мы оцениваем 2-4%, мы понимаем, что, может быть, эта цифра может быть даже и выше, потому что часть людей просто об этом не знает. Узнаем об этом только в момент страхового случая, когда, наконец, уже через суд вдруг всплывают документы, полис, который якобы человек реально там предъявляет, выдан на компанию X. На самом деле застрахована другая машина, и в другом регионе даже страховые случаи по ним уже страховщик урегулировал. Поэтому эта проблема, по нашим оценкам, составляет по недобору страховой премии примерно около 6 с небольшим миллиардов рублей. Ну вот 80% должно было ввести на выплаты, которые страховщики выплатят по этим полисам. Ну, примерно там около 5 миллиардов, чуть меньше. Которые люди вынуждены будут взыскивать с кого-то, а часто невозможно их взыскать, или они взыскивают их там, если страховой компании быстро и оперативно, даже если они не добровольно, то через суд. То вот с физического лица это взыскать крайне тяжело. Но здесь речь идет и о безопасности всех нас. Что нужно сделать, чтобы государство на это обратило внимание? Насколько, по вашей информации, часто правоохранительные органы, вот помимо вас, вы-то понятно боретесь с этим, полиция возбуждает какие-то дела в отношении мошенников? Ведь сейчас это уже такой международный уровень. Вы говорили о том, что полисы печатаются в Молдавии, в Китае, в Польше и возятся в больших количествах? Есть несколько проблем. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это проблема именно сбыта этих поддельных полисов, которые привозят. Вот на таможне происходит задержание человека, который везет несколько коробок с поддельными полисами. Крайне задержание было там 30 тысяч. Бланков вез человек. По идее, еще убытка не совершилась. Единственное, пока какие претензии и проблемы мы можем предъявить, пока он начал их сбывать. Ну, напечатал человек бумажки эти, по несколько рублей каждая бумажка. Единственная проблема, которую мы можем предъявить пока еще, это то, что нарушение авторских прав, использование товарного знака Российского Союза страховщиков и другие вещи. Или покушение на мошенничество, что очень тяжело доказать, и по нему правоохранительные органы не могут ничего сделать и не делают. Это первое. Второе. К сожалению, как мы говорим, люди-то осознанно покупают. Поэтому писать заявление на мошенников, тем самым, как бы, условно говоря, на себя, они тоже не хотят. Это тоже одна из проблем на сегодняшний момент, когда не срабатывает вторая часть. То есть люди, умышленно купив этот поддельный полис, они, к сожалению, не жалуются на мошенника. И мошенники в открытую предлагают и говорят о том, что они продают эти поддельные полисы. Поэтому мы подготовили несколько инициатив и предложений. Но, на мой взгляд, еще раз, самое важное и самое четкое, это все-таки контроль за отсутствием бланка полиса. То есть убить почву у мошенника, чтобы некому было продавать. Человек, который покупает бумажку, он должен понимать, я купил бумажку, по которой теряю очень многое, и это того не стоит. И кроме того, что он приобрел там бумагу, которая якобы защитит его сотрудников ГИБДД, а теперь не защитит, бумагу, которая не защитит его в случае наступления страхового случая, и его машину в том числе не защитит. У нас же сейчас ОСАГО получилось работать как бы в две стороны. И для пострадавшего, и для виновника. Потому что когда вашу машину разбили, у вас есть полис ОСАГО, вы приходите в свою компанию, где купили полис, она урегулирует убыток и сама взыскивает с компанией виновника, разбирается. Если нет, пожалуйста, идете эту компанию ищите, какая она, вдруг она там банкрот или какие-то проблемы, и все, у вас куча хлопот. А так, если есть полис легальный, в своей компании все получили. И плюс человек теряет КБМ. У людей очень много накопленных скидок, и вот мы же когда даем комментарии, в прямом эфире общаемся, люди задают вопросы. Они искренне удивляются, как же так, я купил один год, поездил с мошенническим полисом, и вдруг у меня КБМ единица, я потерял всю свою заслуженную, хорошую историю. Скидку 50% потерял. Потому что у человека, если он год не эксплуатировал транспортное средство, по нынешнему закону, по разным причинам не эксплуатировали, а по отдельным полисом говорит о том, что он не эксплуатировал. Он теряет полностью все свои заслуги. И будет 10 лет назад завоевывать свою заслуженную скидку, которую он имел безубыточную. А правоохранительные органы ГИБДД? Вот я купил, готовим материал по поводу как раз поддельных полисов ОСАГО. Купил бланк за 1200 рублей, сам его от руки заполнил, подписал его министр финансов по Пандополу и проехал на нем 1500 километров. Три раза меня останавливали для проверки документов. Один раз проверили только права водительского удостоверения, остальное вообще ничего не проверяли. Два раза мельком посмотрел документы, в том числе и полис ОСАГО. И никаких ни проверок, ни цена в 1200 рублей, которую я по-честному написал. Без ограничения водителей. Вопрос так, а сами сотрудники ГИБДД, они готовы работать по этой теме? Или есть какие-то сложности? И в чем они? Нет, сотрудники ГИБДД готовы работать по этой теме. Я не хочу сказать за какого-то отдельного сотрудника или это, а я хочу сказать в целом за сообщество, они готовы. Они от нас просят и просили, кроме своих, конечно, им нужно там меры свои проводить, в том числе обучение, разъяснение, полис давно уже действует. И раньше такой проблемы сильной не было, достаточно было на самом деле на бланк посмотреть и все уже нормально. Сейчас они тоже этим озадачились и они просят от нас две, собственно говоря, просьбы, которые они говорили. Первое, это все-таки нужно поменять бланк, потому что сотрудник по времени ограничен, ему сложно высококачественную подделку там разбирать. Я не беру, конечно, случай, когда там уж прям вопиющие видны вещи из написанного. Поэтому они попросили сделать все-таки, чтобы бланк поменялся, чтобы можно было при визуальном контроле сразу отличать, что там новый бланк, более защищенный, и там не вдаваться в подробности. Уже на этом бланке, на хорошо защищенном, уже там не смотреть, что там написано. Может быть, имеет смысл вообще отказаться от бумажных бланков? У нас есть электронный полис, E-полис. А почему не сделать, ну даже если есть прямые продажи, не у всех есть возможность через интернет заказать. Да, собственно говоря, и не все еще компании работают, есть ограничения по регионам, когда продают E-полис. Где-нибудь в небольшом населенном пункте есть какой-то брокер. К нему приходит человек, и ему дают не напечатанный бланк, а условно говоря, какой-то там набор символов. Нет, ну почему? В СМС сообщение может прийти или какие-то другие вещи, которые сейчас реализуются по электронному полису. И тогда вообще не нужно возить с собой бланк никакой печатный. Проверка. И внеся изменения, ну как вариант, в правила дорожного движения и в административный регламент ГИБДД, когда тебя останавливает инспектор, он не только проверяет документы на автомобиле и водительское удостоверение, но и как вариант, он тут же смотрит по базе. Вводит, не знаю, в водительское удостоверение или документы, идентификационный номер на машину, и тут же у него проверяют, да, страховка есть. Это тоже ведь для мошенников будет, ну, достаточно проблематично. Мы считаем, что да, такой вариант, это правильный, это правильный вектор. Я бы не хотел говорить, что нужно прям отказаться от бумажного, потому что все-таки есть и регионы, где невозможно это оформить, там, да, все-таки бумажный позволяет сделать услугу массовой, более доступной. Не всегда, даже в наш вект цифровых технологий, там, везде все оборудовано, есть доступ прямой, там, и есть возможность сделать этот полис. Поэтому бумажный должен оставаться, и практика мировая это показывает. Есть психология людей, потому что мы когда говорим об этом, тоже удивительно, у нас почему не работает, ну, не так энергично работает электронный полис, хотя за последнее время он сделал резкий рывок вперед. У нас вот последний месяц, вот январь, сейчас первые две недели февраля, например, за две недели февраля было продано 10 тысяч полисов электронных, это уже 2% от общего количества продаваемых полисов, то есть все растем, растем и растем. Но на эти 2% приходится еще примерно 4-5% тех людей, которые полностью сделали все оформление электронного полиса на сайте страховщика. Но в конце, когда у страховщика написано, электронный полис, оплати карточкой, или доставить бланк полиса курьером за те же деньги, выбирая доставить курьером. Причем даже мы знаем, многие страховщики, у них там соотношение относится, там, 1 к 10, там, 1 к 100. Доставка курьером и электронный полис. Ну, людям хочется иметь бумагу, хочется надежности, вдруг у инспектора не будет доступа или там не будет возможности проверить, а бумага гарантирует ему, что у него есть этот реальный бланк. Поэтому вектор движения в электронном мы это делаем, считаем он абсолютно правильно, он полностью не вытеснит бумажные бланки, иногда они тоже в том числе нужны, но для этого необходимы более эффективные средства контроля. Вот почему с ГИБД обсуждаем порядок проверки, используем средств фото-видео фиксации, может быть даже каких-то других различных камер, которые могут быть не только сотрудников принадлежать Министерству внутренних дел, да, и быть вот именно такие. Главное, чтобы камера фиксировала факт движения транспортного средства, потому что полис должен быть при движении транспортного средства. Евгений Рубцов, вопрос такой, правда ли вот то, что Евгений сказал, электронный полис, Е-полис получает распространение, и как к нему вообще относятся автовладельцы? Были какие-то исследования на эту тему? Да, задавались такие вопросы в рамках нашего опроса. Единственное, что я сразу уточню, если Евгений приводит последние самые данные уже за февраль, то мы проводили опрос в конце прошлого года, поэтому наши цифры немного различаются. По состоянию на конец прошлого года 3% респондентов заявили, что они успешно приобрели электронный полис, и 5% пытались, но у них не получилось, либо из-за сбоев с системой, либо они не смогли с этой системой разобраться до конца. Но самое, наверное, радостное в этом вопросе, то, что 20% автомобилистов сказали, что, возможно, в будущем они приобретут электронный полис, и вообще этот продукт воспринимается положительно, его ждали, им готовы пользоваться, рассматривают его как современный, удобный продукт страхового рынка. Павел Самеев, вопрос такой, с экономической точки зрения, не знаю, может быть, вы какие-то исследования проводили, для страховщиков насколько это удобно, выгодно, и поможет ли это в борьбе с теми же поддельными полисами, если перевести полностью все в электронную систему? С точки зрения выгоды, в принципе, наверное, можно сказать, что это, конечно, еще и выгодно, действительно, помимо того, что, безусловно, это удобный шаг вперед с точки зрения технологичности и именно удобства для страхователей, да, конечно, для страховых компаний потенциально, если масштаб развития электронных продаж будет высоким, это, конечно, снижение издержек тоже, поскольку здесь есть эффект снижения доли посредников, мы знаем, что на этом рынке, но сейчас ситуация несколько лучше, и доля комиссии, она, в принципе, стабилизировалась, даже если мы возьмем проблему с неофициальными высокими комиссиями, мы знаем, что некоторое время назад была очень существенная проблема с тем, что некоторые компании, ну, даже, скажем, многие компании платили за вышенные комиссии по ОСАГО, выше, чем то, что можно платить в соответствии с законом, и даже если они платили ровно ту комиссию, которая установлена правилами, то все равно это нагрузка на расходную часть, и снижение доли посредников, в принципе, это, конечно же, снижение издержек. Потенциально это как раз тот самый ресурс для снижения убыточности, потому что расходы тоже влияют, естественно, на убыточность, и, опять же, потенциально, вот как раз вопрос либерализации тарифов, он здесь тоже взаимовязан с вопросом экономии на продажах. Поэтому электронный полис, да, он действительно позволит экономить компаниям, это снизит издержки всего рынка, конечно, здесь зависит от того, какой будет масштаб распространения. Вообще, в принципе, если мы посмотрим на другие страны, то развитие электронных продаж страховых продуктов, не только в части аналогов ОСАГО, но и, в принципе, и в Автокаско, и в других видах продуктов, развитие электронных продаж, оно очень в мире пока неравномерно происходит, и, в общем-то, есть страны, где эта доля относительно большая, то есть, ну, там, 5-10%, 15%, но все равно это не 50% и не 80%. Конечно, продажи, электронные продажи практически всех страховых продуктов в мире не занимают доминирующую долю до сих пор, несмотря на то, что есть страны, где уровень информатизации финансового рынка, дигитализации, да, есть такое слово модное, он достаточно высокий, но вот именно электронные продажи все равно пока еще не достигают доминирующих величин. То есть, в этом плане мы идем, в общем-то, в мировом тренде в целом, то есть, мы сейчас начали этот процесс, мы пока имеем не такую большую долю, но это уже шаг вперед действительно. И я думаю, что через пару лет мы увидим реальную экономию, можно будет посчитать, сколько процентов продаж электронных полисов и умножить, грубо говоря, на ту комиссию, которую могли бы компании платить посредникам, это уже будет некоторая оценка экономии на этих издержках. Ну, я бы хотел, знаете, тут про экономику сказать один очень важный момент. Страховщики, в чем еще есть некая проблема электронных полисов ОСАГО? Наверное, распространение электронных полисов стало бы более активным, если была бы либерализация тарифов или возможность страховщикам все-таки более адекватно и правильно ставить тариф. Те тарифные коридоры и тарифные ставки, которые сейчас есть, они приводят к тому, что все равно остаются некие сегменты, которые нет тарифицированы. То есть, например, молодые водители, по которым страховщики говорят, ну, надо больше, к сожалению, с них брать денег, потому что они более аварийные, они приносят убытки страховщикам, их, по сути дела, компенсируют опытные водители. То есть, опытный водитель хорош, а молодой водитель, ему нужно повышать. А опытный водитель, да, чуть дожидать больше, там, скидку, например. Вот есть такие сегменты. И в чем боязнь есть электронных, в том числе, продаж, и некая проблема как раз, что в эти сегменты уходят те водители или те автолюбители, которые недотарифицированы. И страховщик набирает для себя, ну, скажу так, не совсем сбалансированный портфель. Если он занимается только электронными продажами, вот мы видели проблему страховщиков, которые специализировались только на прямых продажах в России. Они, получалось, забирали для себя, ну, не в ОСАГО, а в, там, добровольные виды страхования, забирали тех людей, которых, в кавычках, не брали другие страховщики, у которых были проблемы определенные, там, по тарифам. Вот, и это приводило к уходу с рынка компаний, которые занимаются прямыми продажами. Вот в ОСАГО, к сожалению, страховщики тоже этого некого боятся, потому что такая вот сегментация, она привела бы к тому, что, приводит к тому, что наберешь неправильный портфель. Поэтому мы видим, что из 80 страховых компаний только 20 развивают электронное ОСАГО, и только там, условно говоря, 3-4 компании, которые активно развивают это. Остальные все-таки осторожно к этому относятся. На мой взгляд, либерализация тарифов или возможность поставить правильный тариф сделал бы все-таки выигрыш и сделал бы адресный тариф правильным для клиента. Опытный водитель получил бы меньше, а тот человек, который молодой, с маленьким стажем или какими-то другими характеристиками, у каждой компании свои какие-то матрицы, мог бы получить больше. И вот в этом ключе, если мы будем двигаться, электронное страхование и электронный полис ОСАГО двинется просто существенным рывком. Я думаю, что это главное брали. С другой стороны, мы, автомобилисты, опасаемся, вы говорите о либерализации тарифов, а мы опасаемся, что это приведет к некому сговору страховых компаний и никакой либерализации в части снижения не будет. И все страховые компании начнут полис продавать дороже, чем сейчас. Нам бы этого всем не хотелось. Вот здесь какая есть защита. Ну, я могу сказать, что как раз рынок, он и есть защита. На сегодняшний момент мы считаем и думаем, вот и часто говорят, что страховщики действуют, когда вот, например, были кризисные проблемы, там, благодаря сговору, что они в каком-то регионе, вдруг захотелось им в данном субъекте сговориться и начать не продавать полисы. Они путали две разные вещи. Это коммерческие организации, хотят извлекать прибыль. Они потому там не продавали, потому что оригинальный коэффициент или там автоюристы привели к тому, что ситуация с убыточностью там запредельная, там отрицательный финансовый результат, поэтому там не продавали. И на мой взгляд, единственное, что может на самом деле, мы слышим от Центрального банка некие замечания по этому вопросу, что может на самом деле быть аргументом, почему либерализация, нужно подходить осторожно. Несколько в другом ключе. Пока сейчас страховщик ограничен базовой ставкой, он борется с автоюристами. Как только он будет не ограничен базовой ставкой, он махнет руками и скажет, например, в этом субъекте, ну пускай, сколько бы меня не сняли там по суду, хоть 200 тысяч рублей, я в тариф заложу, и будут люди больше платить. Сейчас как бы тариф заставляет страховщика бороться, идти, судиться с автоюристами, развивать там тему против поддельных полисов. Когда есть либерализация, только вот в этом, на мой взгляд, есть проблема. Не в конкуренции, а именно в том, что страховщики начнут закладывать все расходы в тариф. Вот на это как бы посмотреть, ну вот единственное. А так, я, например, не боюсь либерализации, считаю и практика показывает, у нас во многих субъектах, кто-то стал на верхнюю планку, кто-то стал на нижнюю планку. Мы смотрим, то в одном субъекте растет один страховщик, потом другой страховщик. То есть, конкуренция есть, люди работают, сегментируются, меняются, развиваются и филиалы по-разному. У нас нет ни одного такого игрока, который бы везде был доминирующий. Даже компания номер один, она все равно имеет у себя некоторые регионы, причем большое количество, где она там даже не номер один, и номер два, а пятая, может быть, или четвертая. Павел Самеев, а на ваш взгляд, либерализация тарифов, она к чему приведет? По повышению всеобщему, или все-таки мы можем рассчитывать, что стоимость полиса ОСАГО снизится? Я бы сказал так, что, конечно, динамика движения по тарифам, увеличится они, снизится впоследствии, конечно, она зависит, прежде всего, как уже совершенно правильно Евгений сказал, скорее не от либерализации, а от ситуации с убыточностью, и с экономикой ОСАГО, которую страховые компании будут постоянно отслеживать. Почему, собственно, действительно у нас был кризис, и с точки зрения навязывания, и отказа от продаж, это действительно вопрос не конкуренции, не каких-то других факторов, это исключительно экономика этого продукта. То есть, как только страховые компании увидели, что у них убыточность в некоторых регионах заходит за 120-140%, то какой смысл работать, какой смысл продавать ОСАГО, если они не просто в минусе, они теряют 30-40-50% от взносов за год, то есть настолько большие минусы. То есть, получается, убыточные регионы, они пострадают. Страховые компании видят, что регионы убыточные, взвинчивые тарифы, и у жителей этого региона нет выбора. Во-первых, уже была корректировка, и сейчас уже ситуация более ровная по регионам, более сбалансирована. Не все идеально, но в целом, конечно, ситуация не так, как была пару лет назад. Это во-первых. Во-вторых, мы пока, конечно, надо учитывать другие факторы, которые извне влияют на рынок ОСАГО. Это, безусловно, во-первых, и риски, связанные с валютными курсами, потому что очень сильное влияние на все практически виды страхования, особенно на моторные виды, и ОСАГО, опять же, в частности, и ОСАГО влияет на динамику курсов, потому что тот скачок курсов, он, в общем-то, повлиял существенно на рост убыточности. Это и потенциальный уровень мошенничества, это и ситуация в отдельных регионах с точки зрения аварийности и так далее. Случается факторов много, они все влияют на убыточность. Мы пока не можем сказать, допустим, может ли случиться такая ситуация, что в отдельных регионах через 2-3 года убыточность подскочит. То есть может такая быть история, что мы увидим через 2-3 года какие-то отдельные регионы, где убыточность будет существенно выше, чем в целом. И мы такую ситуацию уже видели, мы ее выровняли, то есть была корректировка, но не факт, что снова это мы не увидим. Соответственно, либерализация, она здесь как раз может дать эффект, что в отдельных регионах действительно стоимость может вырасти. И это естественная реакция рынка на экономику этого рынка. Как раз это хорошо, рынок сможет прийти к новому балансу и не уйдет в какую-то неуправляемую фазу, когда как раз начинаются отказы в продажах, уход компании с рынка и так далее. То есть на самом деле либерализация – это как раз такая тонкая подстройка рынка под изменение убыточности, под изменение экономики, и это совершенно нормально. В этом плане я меньше боюсь действительно за сговор, сговорах страховых компаний или какого-то использования монопольного положения, потому что за этим, конечно же, должна следить и антимонопольная служба, и центральный банк. И сказать, что на 100% мы защищены от каких-то вот прецедентов, особенно в отдельных регионах, когда будут возможны злоупребления в этом плане, ну, конечно, мы не защищены на 100%, такое может быть. Но в этом-то и задача и антимонопольной службы, и центрального банка, чтобы это отслеживать и минимизировать, во-первых. Во-вторых, я бы не сказал, что это ключевая проблема либерализации, то есть, возможно, даже в отдельных регионах будут тарифы падать, несмотря даже на то, что в общем-то есть. Да, мы даже уверены, мы даже уверены, как страховщики, когда вот вопрос, я бы, например, сказал, что по нашим оценкам, если не брать вот последнего скачка по колебаниям, которые по курсу доллара и евро, да, и которые приводят к увеличению роста запасных частей, то есть в стабильной ситуации, по нашим оценкам, был бы примерно такой подход. Действительно, в отдельных субъектах, может быть, даже в штуках субъектах, средний страховой тариф бы увеличился, но большое количество субъектов, где он бы упал, потому что страховщики там вполне могли бы, наверное, применить более низкие тарифные ставки на сегодняшний момент. О чем мы говорим? Что вот эти вот рамки, которые сейчас есть, или отдельные категории граждан, по которым можно было применить, да, они заставляют страховщиков делать усредниловку. И в н-ном регионе, где очень плохие молодые водители, малоопытные водители, там, или какие-то другие регионы, приходится становиться на верхнюю планку. Вот. Хотя, на самом деле, может быть, для этого не нужно было бы делать. Поэтому, по нашим оценкам, рост тарифа, наверное, бы не произошло. Баланс бы, да, произошел. Но в чем еще хороша либерализация, мне кажется, есть одна проблема. Вот сейчас, с проблемами как-то убыточности, мошенников там, да, не только вот по подельным полисам, но и по выплатам, бьются одни страховщики, потому что им тарифы поставлены, им нужно в эти тарифы как-то вместиться, их заставляют продавать полисы в убыточных сегментах, где там нулевая рентабельность, и они бьются за это. И вот госорганы, там, судебные органы и другие, значит, организации, они делают то, чтобы палкой загнать страховщика в нерентабельный финансовый регион, где все плохо из-за убыточности. А когда будет либерализация тарифов, тогда, мне кажется, должны будут и госорганы, в том числе, и в субъектах обратить внимание, что плохо, когда у тебя в соседнем регионе, я всегда привожу два региона, Свердловская область и Челябинская область, понимаете, два идентичных на маленьком расстоянии друг от друга региона, схожих по своим каким-то основным подходам, но когда люди в Свердловской области платят на 20% меньше за ОСАГО, а в Челябинске, соответственно, больше, да, хотя два одинаковых региона, это говорит не о проблемах страховщиков или еще о чем-то, это говорит о том, что, к сожалению, в Челябинской области эти 20%, которые теперь заложены в тариф, зарабатывают автоюристы, мы хотим их кормить в Челябинской области, ну, там, администрация, там, другие организации, пожалуйста, вот либерализация тарифов позволила бы это сделать, тогда бы, но если мы говорим об автоюристах, подключить других бы людей, понимаете, если мы говорим об автоюристах, ведь основная масса претензий, да, и обращение в суд связано с тем, что потерпевшие недополучают денег, вот принятие единой методики, здесь как-то, оно изменило ситуацию, и в ближайшем будущем планируется изменение цен на ремонт на запчасти? да, то есть, смотрите, два основных вектора, которые позволила сделать единой методика, единой методика в два раза уменьшила количество судов, то есть, это первое, у нас было, в последний период, там, 2014 года, у нас доходило чуть ли не до 28% доля судов по убыткам по ОСАГО, теперь она там на уровне 14% в штуках, это первое, значит, вторая вещь, у нас существенно поменялась раскладка, то есть, у нас теперь присуженные дополнительные деньги, которые получает потерпевший, вот в этом объеме, мы тоже говорим о этом, это проблема, то есть, вот 14%, которые получили по судам, значит, потерпевшие или их представители, а это много этих представителей, раскладка другая, там в основном не сам ущерб, там штрафы, дополнительные расходы экспертов, дополнительные расходы представителей, мы говорим, это неправильно, когда 60% в отсуженной премии, в отсуженном сумме, которая по суду дополнительно вынужден страховщик заплатить дополнительно, там 60% это расходы представителя, эксперта, там штрафы и пени, то есть, на самом деле, сам убыток несущественен, а вот дополнительные люди, которые этим занимаются, это существенно, и третья вещь, мы видим, я даже как РСА, Российский Союз Страховщиков, который осуществляет выплаты компенсационные, то есть мы платим за ушедших с рынка страховщиков, мы никому там не отказываем на ничего, мы видим, как у нас поменялось соотношение. То есть раньше 80% всех убытков и претензий в судах это были физические лица, а сейчас 80% это юридические лица, которые из меня как СССР сдергивают деньги. Когда мы начинаем разбираться, переуступки прав как правило и не было, или она была выкуплена, там человеку ничего не объяснил, он даже не знает, что он получил там 50 тысяч рублей, а судятся на 70 тысяч рублей, еще штрафы взыскивают и прочее. То есть люди даже понятия этого не имеют. То есть деньги получают непотерпевшие, это такое дело? Да, мы считаем, что единая методика сыграла свою роль, но к сожалению она тоже, как вот по поддельным полисам, она породила сегмент людей, которые на этом зарабатывают. Поэтому спор выигрывают не в пользу людей, условно говоря, а в пользу того, чтобы заработать себе в виде экспертных заключений и в виде представителя адвоката, который 15 тысяч получает за каждое дело. пачку принес, 15 тысяч получил за каждое дело. Мы видим, что это организованные группы, потому что они физические лица, а вот именно группы судятся, разбираются и получают эти деньги. Причем делают двойные, тройные выплаты и прочее. Это все кладется на алтарь страховщиков, и страховщики потом говорят, мы не можем продавать полисы, мы вынуждены повышать тарифы. А когда единая методика будет откорректирована? Я могу сказать... Цены растут? Конечно, да. У нас раз в полгода, поэтому очередная итерация, которую мы сейчас делаем, 16 апреля. Сейчас как раз, в кавычках, повезло потребителям, и без кавычек не повезло страховщикам, потому что новая методика все ждут и понимают, что она будет не новая, но новые справочники. Будут повышенные, но никакой пока подтверждения или возможности со стороны центрального банка о том, что тарифы будут изменены, нет. Это тоже проблема. Рост выплат продолжается, новая методика, которая начнет, там 16 апреля будет принята, новые справочники, с высокой долей вероятности говорят о том, что они опять цены вырастут, а, к сожалению, тарифы остаются опять на том же месте. Мы боимся, что вот этот опять дисбаланс может опять привести к неким экономическим проблемам в отдельных регионах. Евгения Рудцова, как автовладельцы относятся к единой методике? Так ли все хорошо? Вы знаете, я даже, наверное, сейчас вам так на вскидку не отвечу. Могу озвучить несколько цифр, которые касаются введения свободного тарифа на полисы ОСАГО. Воспринимают их неоднозначно. Положительно к этому относятся 28% опрошенных, отрицательно 39% и нейтрально 33%. Основные нарекания, конечно, связаны с тем, что люди, как простые обыватели, как простые потребители, в рамках таких изменений всегда опасаются повышения стоимости полиса. Так, друзья, может быть, у кого-то есть вопросы? Ну, раз вопросов нет, давайте мы, наверное, подытожим наш разговор. Мы поговорили о проблеме поддельных полисов, поговорили о проблеме выплат, да, с единой методикой, перспективы ОСАГО. Вот, может быть, каждый вкратце из вас выскажется, как вы видите, что нас ожидает, будет ли свободный тариф, если будут, то примерно когда, увеличится ли стоимость полиса ОСАГО, если увеличится, то примерно на сколько, что ожидать нам всем. Ну, на мой взгляд, 16-й год страховички продолжат качественное улучшение услуги. Под этим я подозреваю, что, на самом деле, совершенствование методики будет. Мне кажется, количество судов и споров будет уменьшаться, и страховщики будут все-таки более адекватно и правильно проводить выплаты. Они не часто проводят, но все-таки мы разберемся, надеюсь, с мошенниками, автоюристами. Качество услуг для потребителя увеличится. То есть только через это можно, наверное, побороть их. Это первое. Второе. Что касается свободного тарифа, я думаю, что в этом году, то есть мы примем дорожную карту. Мы сказали Центральному банку, что до конца февраля мы такую дорожную карту подготовим. У нас был чуть раньше срок, но не успеваем, не получается. Но до конца февраля мы планируем подготовить дорожную карту, которую предоставим Центральному банку. Она будет на несколько лет, минимум на три года. Мы понимаем, что в этом году, наверное, будут незначительные изменения или подходы, которые… не само изменение прям и отпуск тарифов там, да, но вот уточнение каких-то отдельных возможностей по применению там тарифного коридора. Сейчас он применяется только по территории, чтобы можно было применять, например, по водителям, допущенным к управлению, чтобы опытные получили нижнюю границу, например, а молодые водители получили верхнюю границу. Сейчас этого нельзя сделать. То есть вот такие уточнения. Я думаю, что на три года мы дорожную карту пропишем, людям будет понятно. И мы очень бы хотели, чтобы, например, вот такая проблема, которая будоражит сейчас и продолжает оставаться одной из проблем по жалобам – это проблема КБМа. Чтобы она также нашла решение в 2016 году, мы реформу, свои предложения подготовили, реформу планируем. О том, чтобы у человека теперь не было этой путаницы с разными КБМами, разных каких-то там проблем, а чтобы на год, на 1 января, каждого года, например, на 1 июля, каждого года человек получал свой единый КБМ на целый год. Вот отъездил, все договора и все убытки, которые были в прошлом году, на основании их сделан расчет и 1 января человек получает новый, правильный, единый КБМ. Потому что нынешняя система, она правильная, но сложная, и иногда для людей является путаница. У него несколько КБМов. Почему так? Одна машина, в которую он вписан, там у нее один КБМ, у другой другой. Какой полис закончился, там допущены к управлению люди, не допущены. И вот начинается там, люди бывают по 5 КБМов имеют. Поэтому мы бы хотели сделать реформу, чтобы у человека был один КБМ, на год устанавливался, в течение года человек ездит, по итогам года опять новый коэффициент бонус-малус. И мы, конечно, очень хотим и считаем, что вот в части организации работы и там дальнейшего продвижения нужно некоторые там технические уточнения в закон, которые бы сделали препятствия для там автоюристов. Потому что считаем, что вот на сегодняшний момент они злоупотребляют и снимают деньги с нас, со страховщиков, из потребителей, потому что это потом закладывается в тариф. Вот эти деньги, которые они получали, они не альтруисты, они не Робин Гуда. Они работают за деньги, причем очень большие деньги. Где-то заложено все в тариф. Не выплачивать им этих денег. Надо будет повышать тариф, если даже сейчас справочники увеличатся, не надо будет никаких повышений тарифов, страховщики будут работать. Наведем порядок с автоюристами. Мне кажется, достаточность тарифов еще хватит на шестнадцатый год. А если навести порядок не с автоюристами, а навести порядок с выплатами? Ну, то есть, чтобы они были идеальны, как вариант, например, вообще отказаться от денежных выплат и направлять машину в сервис. Сделать некие, так же, как сейчас эксперты у нас авторизованы в РСА, да, которые делают расчет, сделать точно так же предложение любым станциям технического обслуживания. Хотите работать, получать деньги от страховых компаний по ОСАГО? Пожалуйста, вот вам минимальные какие-то требования технические, авторизуйтесь у нас. И я тогда, как пострадавший, выбираю любую удобную из этих станций на сайте РСА, как вариант. Приезжаю туда, мне ремонтируют машину, я вообще не касаюсь. Дальше идет сервис, выставляет счет страховой компании, страховая компания оплачивает, и тогда никаких автористов не будет. Без решения проблемы износа, мы это считаем двумя руками за, страховщики. И, кстати, износ. Мы его все-таки уберем или нет? Мы бы хотели его убрать, но, к сожалению, без изменения тарифа это практически невозможно. Хотя есть возможность такая, может быть, сделать некий продукт дополнительный, который бы, как бы расширенная ОСАГО. Когда человек, который покупает полис, он бы покупал, но чуть дороже, вспомним того, что ему в случае убытка за износ я платить там не буду. И тогда это вообще можно было сразу реализовать на станции технического обслуживания. Поэтому, как вектор это да, поддерживается страховщиками, но я боюсь, что это связано с изменением тарифа. И на ближайшие, может быть, полгода-год это невозможно, потому что еще пока у страховщиков накопилось статистики по новым лимитам, и нам центральный банк говорит, ну что вы хотите, у нас лимиты введены всего как чуть больше года по имуществу, в жизни еще вообще там 9 месяцев еще не заработали там убытки. Надо хотя бы оценить эффект, а потом уже какие-то делать изменения по тарифам. Ну вот. Павел Самеев, что нас ждет? — Ну, чтобы не повторяться, да, во-первых, вопрос финансовой устойчивости самих страховых компаний, потому что одно дело — это практика урегулирования практиковых выплат, то, как сами компании добросовестно делают или нет, да, там действительно, ну какие-то вопросы по этому поводу остаются, тем не менее, надеюсь, что они тоже будут сняты. Но, помимо этого, есть еще действительно и финансовая устойчивость, сколько компании смогут вообще нормально работать на этом рынке, и насколько они смогут платить именно исходя из своего финансового состояния, да, не получится ли так, что какие-то из участников рынка просто не смогут выплачивать тому, что у них нарушится финансовая устойчивость. Я думаю, здесь все-таки есть основания для оптимизма, потому что и регулятор провел большую работу. Я думаю, что количество компаний, кстати, на рынке в целом, на страховом и на рынке ОСАГО стало меньше, и как раз мы видим, что с рынка были удалены те компании, которые не обладали достаточной финансовой устойчивостью. Они либо имели некачественные активы, либо у них была несбалансированная политика, и они демпинговали в том числе и по разным видам страхования. Мы говорим сейчас как раз не про ОСАГО, а про КАСКО. Кстати говоря, это тоже вопрос финансового устойчивость сильно связан и с либерализацией тарифов. Я бы здесь еще опасался потенциально риска как раз слишком низких тарифов, которые отдельные компании могут устанавливать, ниже, чем реально это нужно делать, исходя из убыточности, из расчетных показателей. То есть демпинг как проблема рынка, да, она как раз может в этом плане возникнуть, мы будем надеяться, что она не привезет массовый характер. Потому что то, что мы видели в автокаске, конечно же, это то, что некоторые компании увлекались низкими тарифами, и, казалось бы, клиент доволен, он может поплатить в два раза ниже, чем предлагают другие компании, может быть, даже в три раза ниже. А потом оказывается через полгода, что компания обанкротилась, и, в общем-то, получается, деньги-то были заплачены зря. То есть экономия оказалась мнимой. Соответственно, я думаю, что число компаний, которые занимаются ОСАГО, в перспективе несколько лет все-таки еще сократится, то есть какой-то процесс укропнения рынка консолидации и ухода с рынка компаний, которые не имеют достаточно финансового потенциала, он продолжится, но не так активно. Я уже вижу, что за последние два года, конечно же, основная масса компаний, у которых могли бы быть финансовые проблемы, она уже не на рынке, у них лицензии были отозваны. И это хорошо, потому что рынок более здоровый. Второй фактор – это, безусловно, прогноз по убыточности, который, как я уже сказал, сильно зависит от внешних факторов, они макроэкономические скорее, чем связанные непосредственно со страхованием, и будем надеяться, что мы все-таки не увидим каких-то шоков макроэкономических, курсовых и так далее, которые могут сильно нам нарушить баланс на рынке, потому что, чтобы мы сейчас не рассуждали по поводу нагрузки и мошенничества, и нагрузки в части убытков, и вот этих всех перспектив по либерализации, планы могут быть сильно скорректированы, если у нас будет какой-то скачок снова, допустим, курсов валют, и будем надеяться, что этого не произойдет. Третий фактор – это то, что касается развития электронных продаж, я считаю, конечно же, это очень существенный фактор развития рынка. Будем, наверное, надеяться на то, что через несколько лет мы увидим гораздо большую долю электронных полюсов на рынке, и действительно, наверное, этот фактор, он помимо, мы уже обсуждали, снижения нагрузки на рынок и развития рынка в части удобства для клиентов, мне кажется, здесь очень важно, чтобы уже сейчас люди попробовали это сделать, да, купить электронный полюс, просто потому что в любом случае, мне кажется, через 5-7 лет, я думаю, что доля должна быть очень высокой, и подавляющее большинство полюсов, все-таки, ну, не подавляющее, но значительная часть полюса должна продаваться электронно. За этим, безусловно, будущее, надо сейчас уже это пробовать, и те, кто сомневается, вот, в частности, насколько это удобно, насколько это быстро можно сделать, не займет ли это слишком много времени, там, как раз для того, чтобы самостоятельно все делать. Я думаю, что стоит это попробовать просто потому, что в перспективе все равно это нужно будет делать. За этим будущее, это как раз позитивно. Ну и последний момент, это то, что касается, мне кажется, еще контроля со стороны регулятора. Мы уже видели, что и в прошлом году Центральный банк показал достаточно явно, что рынок ОСАГО приоритетный, один из основных в части внимания к тому, как работают страховые компании, как они добросовестно это делают, есть ли какие-то злоупотребления на рынке и так далее. Даже были у нас прецеденты достаточно таких жестких мер по отношению к крупным компаниям для того, чтобы они скорректировали свою политику и не злоупотребляли. Я думаю, что это тоже достаточно позитивный фактор в части перспектив развития, потому что в том числе и страхователи видят, что Центральный банк держит руку на пульсе, это важно, и рынок ОСАГО, он, наверное, главный приоритет в части регулирования страхового рынка и так и останется. Евгения Рубцова, что ожидают автовладельцы, по вашему мнению, от ОСАГО? Не по моему мнению, а по мнению самих автовладельцев, наверное, я за них должна говорить, что ездить они не перестанут, поэтому полисы остаются по-прежнему необходимыми в использовании. Наш опрос показал, что более половины респондентов уже отметили положительные сдвиги в ОСАГО в процедуре работы продукта, считают, что более клиент-ориентированным становится этот сервис, но тем не менее, конечно, указывают на то, что нужно продолжать эти положительные изменения, которые были начаты. Естественно, как любой потребитель в любом вопросе, говоря об ОСАГО, россияне хотели бы иметь меньше проблем с получением выплат, они бы хотели снижение тарифов, они бы хотели увеличение выплат. То есть это такие абсолютно предсказуемые вещи. Но тем не менее, повторюсь еще раз, считают россияне ОСАГО полезным продуктом, который все-таки добавляет цивилизованности на дорогах, увел нас от той ситуации, которую мы наблюдали 20 назад. Мы не затронули с вами еще такой момент, как использование европротокола на дорогах. Опрос тоже показал, что автолюбители положительно к нему относятся. Каждый десятый уже имел опыт использования европротокола. 8% респондентов сказали, что этот опыт был положительным. Почти половина. Водители сказали, что в будущем, если случится случай, подходящий под европротокол, попробуют им воспользоваться. Более того, доля таких водителей будет расти, если будет увеличиваться лимит по выплате по европротоколу. Что ж, большое спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях журнала «За рулем» был Павел Самив, управляющий партнером Национального агентства финансовых исследований, Евгений Рудцов, директор по коммуникациям холдинга «РАМИР», и Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА. Обязательно еще раз напоминаю, Евгений Уфимцев, мы вас ждем к нам в редакцию журнала «За рулем», когда будет разработан план по замене полисов, который всех ожидает уже в июле. Хорошо. Вы подтвердили. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.